ПЕРЕСМЕШНИК ПЕРЕСМЕШНИК Ведь если сам мэр что-то или не то, или не так скажет, это одно. Тут можно два счета объяснить, что хотел что-то он сказать, совсем не то, что-то сказал, или это просто так нечаянно получилось. А вот если от имени мэра кто-то из его подчиненных скажет что-то не то, тут ведь совсем другая история получается. Запутаешься потом объяснять, что, мол, это мы ошибочно подумали, что мэр что-то сказал, а на самом деле все совершенно не так. И не говорил он ничего, или говорил, ну совсем не то, что мы вам сказали, а совсем даже наоборот. Ну вот, теперь я вас достаточно запутал, а значит можно смело переходить к теме сегодняшнего пересмешника. А тема сегодня такая, такая, что сейчас вы все дела бросите и к телевизору прибежите. Внимание! Объявляю тему. Мрачная тайна убитой дороги. Ага, я же говорил, все дела бросите. И то, что громкость прибавили, это тоже правильно. Потому что сейчас будет рассказ именно о нашей самой убитой дороге. Вернее, о ее кусочке между знаком конец города Новодвинску и отворотом на дачный кооператив «Автомобилизм». Всего-то 300 метров. А адреналину на этих метрах водителям личного и общественного транспорта сожжено больше, чем на ралли «Дакар-Париж». Но вернемся к теме. Пользователь интернета с ником Евгений как-то спросил у мэра, обратившись в его приемную на официальном сайте администрации. Вопрос. Проясните, кому принадлежит участок дороги от Мечкинского кладбища до автомобилиста? И когда будет отремонтирован этот участок дороги? А кто может у нас совершенно официально отвечать на официальном сайте? По нашему разумению, только сам мэр или лицо, имеющее официальное полномочие говорить от его имени? И никто другой. Вот Евгению и ответили, как мы понимаем, от имени самого мэра ответили по-военному четко, лаконично и со ссылкой на документы. Цитирую. В соответствии с законом Архангельской области от 23.09.2004 года за номером 258 о статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области описаны границы территории муниципального образования Приморский муниципальный район. В вышеуказанную территорию входит часть Холмогорского шоссе от границы муниципального образования город Новодвинск до СНТ «Автомобилист» протяженностью около 320 метров. Поэтому содержанием данной дороги должно осуществляться муниципальным образованием Приморский муниципальный район. Спасибо за обращение. Кстати, вы заметили, они опять поблагодарили, мол, рады вам, не стесняйтесь, заходите еще, все вам расскажем, разъясним и в лучшем виде. Но мы, люди скромные, беспокоить мэра по пустякам не стали, а взяли и почитали этот самый закон номер 288. И что? А они ничего? Ну, то есть, совсем ничего там нет? О СНТ «Автомобилист» и о 320 метрах, и об ответственности Приморского района тоже ничего нет. И никаких приложений к закону нет. Выходит, в очередной раз нам навесила администрация лапшу на уши. А кто навесил? Нас самого градоначальника грешно даже подумать. Вот и получается, что его же подчиненные всеми силами хотят из нашего мэра эту коврунишку сделать. Но и это еще не все. Стали мы дальше раскапывать эту зловещую тайну. И тут мало-помалу стало закрадываться к нам в душе подозрение, что не чужая эта дорожка, а наша кровная, родимая. Но в таком случае должна была администрация холить ее и лелеять. А они ее в черствые и загребущие руки администрации Приморского района подкину хотели. Что, не верите? Вы в такое коварство и бессердечие? Вот и я не верил, пока не прочитал один очень любопытный документ. А вот что это за документ? Вам завтра мои коллеги расскажут в программе «Акценты города Н». Я же в лучших традициях зловещего деквативного романа прерву свой пересмешник на самом интересном месте и попрощаюсь с вами. Но запомните, имя главного злодея с особой жестокостью убившего нашу дорогу, а потом решившего подбросить ее останки в Приморский район, вы узнаете уже завтра. А мы с вами увидимся ровно через неделю. До встречи и не скучайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова